При первом включении STM32 Cube Monitor уже будет составлена программа из блоков для получения и отображения данных в виде графика. Если же её нет, ничего страшного, осуществим то же самое самостоятельно для понимания происходящего. Непосредственно микрокатроллер можно подключать через ST-Link или J-Link. Я буду использовать первый программатор-отладчик. После его подключения к компьютеру, для проверки правильности определения, зайдём в диспетчер устройств. Для этого необходимо нажать WinR, ввести devmgmt.msc и нажать ввод. Здесь, если дрова установлены правильно, в разделе Universal Serial Devices должен отображаться ST-Link. Итак, в начале раздела компонентов приборной панели передачим две кнопки, которые будут использоваться для запуска и остановки получения данных. И также понадобится блок непосредственно для получения этих данных Equusation Out. Для использования получаемых данных их необходимо куда-либо запихнуть. Для этого используется блок Equusation In. Теперь блок с переменными, где будут выбираться необходимые. При двойном нажатии на блок кнопки высвечивается окно с различными настройками. В строке Label пишется название. Это будет кнопка старта. Пишем Start. И когда она будет нажата, произойдёт начало получения данных. Для этого запишем ключевое слово Start. Кроме этого, здесь можно задать её размер, цвет текста и цвет самой кнопки. Одна кнопка готова. Таким же образом делается и кнопка Stop для прекращения получения данных. С ключевым словом Stop. В общем-то, самое простое и самое интересное в подобных программах это построение графиков. Поэтому выберем блок Chart Graphic. Также понадобится блок в процессе, в котором также выбираются переменные и, возможно, небольшая постобработка. После двойного нажатия на блок Acquisition Out нужно выбрать программатор Отладчик. Его по умолчанию, конечно же, не будет. Нужно его добавить. Жмём на карандаш. И здесь выбираем ранее уже успешно определившийся программатор ST-Link. Обмен данными, соответственно, будет проходить через Serial Widebug. А частоту оставим по умолчанию. После его добавления нужно его, соответственно, выбрать. Также стоит заметить, что возможно получение данных сразу с нескольких ST-Link. Выписывается любое имя. И также проверку связи можно осуществить, нажав на лампочку. Светодиод на ST-Link должен помигать. Чтобы продолжить, необходимо иметь проект с глобальными переменными. Это нужно для того, чтобы они постоянно висели в памяти ОЗУ, и их значение легко считывалось по неизменяющемуся адресу. У меня это проект, в котором подключается датчик ускорения DXL 345. Соответственно, считываться будут значения ускорения и строятся на графике, что весьма интересно. В данном случае это знаковые 16-разрядные элементы структуры XYZ. Нужный проект можно вручную найти в проводнике или, воспользовавшись деревом проекта в Cube IDE, нажать правой кнопкой мыши и далее «Show in System Explorer». В этой папке должна быть папка «Debug», в которой находится L-файл. Скопируем ее адрес. Теперь, после двойного нажатия на блок переменных, вписываем любое имя. И здесь выбрать исполняемый файл, который нужно предварительно добавить. Займемся этим. Здесь вставляем ранее скопированный адрес к папке «Debug». Выбираем появившийся L-файл, пишем любое имя. В появившемся списке всех доступных для просмотра переменных, выбирая нужные мне. У меня это элементы структуры ADXL 345XYZ. Теперь отображение может происходить именно в выбранных переменных из большого списка. Здесь также есть дополнительные настройки в виде частоты и триггера. Воспользуемся ими позже. На блоке «Acquisition In» также выбирается нужный программатор-отладчик. У нас он один, его и выбираем. Теперь все блоки нужно соединить с помощью связей, как это здесь показано. В блоке «Обработки» выбирается ранее выбранный список переменных. Сразу же выберем «Записывать все данные». И все данные будут записаны, а их можно будет потом загрузить и детально проанализировать. Здесь же можно осуществить постобработку получаемых данных. Например, можно занести значение с АЦП и считать температуру или что-либо еще по известным выражениям. Если, например, эти данные будут просто передаваться на большой компьютер. Но кроме математики, здесь также доступны статистические возможности обработки. Остается добавить одну кнопку, хотя она здесь не обязательно. Это кнопка для очистки графика с ключевым словом «клео». После того, как все соединено, нужно нажать на кнопку «Развернуть», «Деплой». Все успешно собралось. Здесь же сразу можно посмотреть, что ST-Link отлично обнаружился. И далее, нажав на дашборд, можно посмотреть, как это все выглядит и при необходимости подправить. У графика также есть свои настройки. И самое главное для нас пока что – это продолжительность по оси X. После всяких изменений, естественно, нужно все пересобирать. Простым нажатием кнопки «Развернуть», «Деплой». И нажав на кнопку «Старт», начинает строиться график. Отлично! В общем-то, этого уже будет для многих достаточно. Получение отображения всегда можно установить, нажав на «Стоп». И нажав на «Show Points», можно просматривать четко значение в нужной точке с временем. На протяжении всех измерений производилась запись. Эти данные теперь легко можно просматривать, нажав кнопку «Import Data». Эти файлы занимают довольно много места. И поэтому при продолжительной записи советую ставить частоту поменьше. И теперь этот датчик ускорения можно на что-то повесить и смотреть, как изменяется ускорение в зависимости от действия предмета или воздействия на него. Что в дальнейшем может использоваться для определения сценария воздействия. Это мог бы быть, например, двойной удар, но именно в этом датчике уже есть такое прерывание и все делается автоматически. Но есть же и более сложные воздействия. Эту программку можно применить для отладки. Например, сейчас я подключу проект со светодиодным проверяльщиком, в котором при нажатии на кнопку увеличивается выходное напряжение за счет увеличения ширины импульса в заданном диапазоне. Тестер уже кое-как работает. Здесь отображается напряжение и ток. Пока что плавного нарастания нет, но есть плавное убывание. При отключении конденсатор экспоненциально разряжается. Для использования записи по изменению значения нужной переменной добавим триггер. Для этого нужно нажать на блок переменных и выбрать, например, возрастающий фронт. Переменная, которая мне нужна, это элемент структуры ADXL345Z. А порог установлю равным 200. То есть при значении сначала меньше 200, а далее больше, будет начата запись. И теперь, после нажатия кнопки старт, не сразу происходит получение данных, а только когда значение Z переварят за 200. На графике видно, что значения ускорения довольно шумные. Но можно использовать среднее значение, которое находится в разделе статистики постобработки. Кроме этого, здесь есть наименьшее, наибольшее значение, а также среднеквадратическое отклонение. Для добавления новых переменных, которые будут уже обработаны, выбираем нужную для обработки, выбираем нужную функцию, у меня это Average, и даем новое имя. Пусть будет XAV, YAV, ZAV, Average средний. И после этого на графике уже не три, а шесть переменных, причем ненужные, можно отключать просто нажатием. Наглядно видно данные дообработки, шумные и почти прямая линия, строящаяся со средним значением. Но здесь есть и недостаток. Нет возможности выбрать порядка фильтра, и поэтому при даже не слишком резких изменениях, изменение среднего значения происходит крайне медленно. Кроме обычных графиков, также можно добавить аналоговые приборы. Чтобы не добавлять опять то же самое, блоки можно просто копировать и вставлять. Только теперь дополнительно понадобится блок единичного значения, который поможет выбрать нужную переменную. И далее после этого вставляется блок измерительного прибора Gauge. Нажав на блок Single Value, нужно вписать название нужной для отображения переменной. Имя же может быть любое. В настройках же измерительного прибора можно задать его тип, диапазон отображаемых значений, а также соответствующие цвета этим значениям. После сборки и запуска, после графика отобразился измерительный прибор стрелочного типа. Здесь также можно задавать единицы измерения. В любом случае он работает. Можно изменить его тип на круговой в виде пончика. Есть еще в виде стрелки компаса и в виде уровня, который не всегда срабатывает. В программе ищу кучу всяких возможностей. В частности, есть отправка данных на TCP сервер и получение данных с него. И также отправка данных в универсальные синхронные приемопередатчики. В общем и целом, получилась прикольная штука. Эта прога намного лучше, чем STM Studio, имеет гораздо больше возможностей. И поэтому советую ознакомиться самостоятельно с ней. Продолжение следует...